Мегалодон. Один из самых известных хищников древнего мира. Большой, опасный и абсолютно беспощадный. Он вымер более 3,5 миллионов лет назад. Но что, если это не так? Некоторые утверждают, что видели гигантских акул. Другие верят, что мегалодоны могут прятаться от нас в самых глубоких местах океана, куда просто невозможно добраться. Например, в Марианской впадине. До сих пор постоянно находят зубы мегалодона. Может быть, эти гигантские акулы всё ещё где-то существуют, но просто избегают излишнего внимания. Давайте сравним человека с этим морским чудовищем. С левой стороны мы видим среднестатистического человека ростом 180 сантиметров и весом 62 килограмма. С правой находится мегалодон, средняя длина которого 10 метров при весе примерно 50 тонн. Итак, мы имеем дело с существом размером со школьный автобус и массой Боинга 737. Давайте взглянем на мегалодона поближе. Конечно, у него есть зубы. Каждый из них по 18 сантиметров в длину. Это самые большие зубы среди всех когда-либо существовавших видов акул. Кстати, у мегалодона зубов было больше, чем у любого другого животного. 250 в 5 рядов. Судя по всему, его челюсть была больше двух метров в ширину. Вы могли бы спокойно разместиться в его пасти. Конечно, если бы не сильно переживали по поводу того, что лежите в пасти древнего хищника. Возможно, если вы наденете экзоскелет из титанового сплава, то встреча с мегалодоном не будет такой опасной, но его челюсти вполне способны повредить и такой крепкий орешек. Так что же все-таки можно сделать, чтобы однажды вдруг не стать добычей проплывающего мимо голодного мегалодона. Нужно понимать, что вероятность быть атакованным акулой гораздо ниже, когда вы находитесь в группе людей. Одинокая акула понимает, что для нее опасно нападать сразу на нескольких людей, поэтому, скорее всего, она просто спокойно поплывет дальше. Другое дело, если это будет целая стая мегалодонов. Никогда не заплывайте слишком далеко от берега. Когда на пляже находится много людей, мегалодон это понимает, потому что издалека улавливает малейшие колебания воды. Но если вы плывете один, да еще и далеко от берега, ничто не сможет помешать ему на вас напасть. Кроме того, избегайте купания в мутной воде. Раньше мегалодоны часто старались загнать свою добычу именно в такие места. Так что любая нормальная акула сразу решит, что вы заплыли туда специально, чтобы стать ее обедом. И никогда не купайтесь ночью. Именно в это время акулы наиболее активны. Также мегалодоны обладали просто невероятным обонянием. Наверняка вам приходилось слышать, что акулы могут учуять в океане даже одну каплю крови. Это правда. Хотя и немного преувеличенное. У акул действительно отличное обоняние. Они могут почувствовать кровь с расстояния почти в полкилометра. Поэтому прежде чем идти купаться, убедитесь, что у вас нет открытых ран или царапин. Это защитит не только вас, но и других людей, плавающих рядом. Когда мегалодон улавливает запах крови, он включает режим охоты. С этого момента акулу, вероятнее всего, уже ничто не остановит. А теперь взгляните на эту блестящую приманку для рыбы. Она сияет и вспыхивает разными цветами. Как и другие рыбы, мегалодон наверняка сразу обратил бы на нее внимание. Так что прежде чем зайти в воду, снимите все свои украшения, иначе вы можете стать человеческой версией приманки. Представьте, что ныряете с аквалангом и наслаждаетесь видами красивого кораллового рифа. Вокруг плавают разноцветные рыбки. Вдруг все обитатели рифа куда-то уплывают или спешно прячутся, и через несколько секунд риф полностью пустеет. Это явный признак того, что где-то поблизости появился крупный хищник. А в водном мире понятие крупный хищник означает только одно – акула. Так что скорее убирайтесь оттуда. Есть отличный способ защититься от нападения мегалодона. Он весьма прост и очевиден, но его часто игнорируют. Совершенно верно. Это знак. Если вы идете на пляж и видите знак, на котором изображена акула, даже не думайте о том, чтобы пойти поплавать. Хищник уже там и просто ждет встречи с вами. Но давайте все же представим, что вы проигнорировали все предупреждения и решили пойти поплавать. Вдруг до вас доносятся крики людей с пляжа. Кто-то заметил гигантский плавник. Хищно торчащий из воды. Плавник движется в вашем направлении, и вам срочно нужно решить, что делать. Как защититься от атаки мегалодона? Прежде всего, сохраняйте спокойствие. Да-да, понятно, что мы говорим о гигантской акуле. Но если вы начнете паниковать и совершать какие-то резкие движения, это только привлечет к вам внимание. Постарайтесь добраться до лодки или группы людей. Делайте это как можно спокойнее. Если вы плывете в одиночестве, попробуйте вообще не двигаться. Обычно акулы пытаются укусить человека. Если это обычная акула, то есть шанс, что она укусит не сильно. После этого она, скорее всего, оставит вас в покое. В целом эти хищники даже не считают нас особо аппетитными. Но с мегалодоном все не так просто. Его челюсти настолько велики, что он просто может проглотить вас целиком. Так что сами видите, что оставаться на месте не лучший вариант. Но если встретить мегалодона на мелководье, то шансы выжить весьма неплохие. Из-за огромных размеров в такой воде маневрировать ему весьма непросто. И если он промахнется с первого раза, ему придется делать второй заход точно так же, как пилоту самолета, заново идти на посадку. Это даст вам время, чтобы добраться до берега. Но что если вы находитесь посреди океана? Тогда у вас большие неприятности. Однако давайте все равно попытаемся вас спасти. Предположим, что мегалодон плывет в вашем направлении с широко раскрытой пастью. Через секунду он вас хватает. Строение зубов у мегалодона такое, что вы только навредите себе, если попытаетесь вырваться из его пасти. Единственный способ выжить – заставить его отпустить вас. Чтобы это произошло, обычную акулу можно было бы попробовать, как следует ударить по носу. Но кожа мегалодона настолько толстая, что удара он не почувствует. Так что цельтесь в глаза! Это его слабое место. Если он почувствует боль, то может отпустить свою добычу. Теперь нужно срочно оказать вам первую помощь. А еще вам нужно будет вручить медаль за то, что вы единственный человек, который пережил встречу с мегалодоном. Мысль о встрече с гигантским хищником пугает. Однако, честно говоря, нет никаких шансов, что мегалодон еще существует. Все теории о том, что эти акулы смогли избежать вымирания и просто где-то от нас прячутся, совершенно недостоверны. Во-первых, мегалодон любил теплые воды океана, так что, скорее всего, он не может прятаться на большой глубине. Кроме того, существа такого размера нуждаются в огромном количестве пищи, а в океанских глубинах им ее точно не хватит. И гигантские зубы, которые регулярно находят, тоже имеют вполне аналогичное объяснение. В отличие от людей, акулы продолжают выращивать новые зубы на протяжении всей своей жизни. Они теряют зубы каждые две недели, а у мегалодона было самое большое количество зубов. Теперь понятно, почему их так много осталось на дне океана. Но это вовсе не значит, что не нужно быть осторожным. Настоящие акулы время от времени все еще нападают на людей. В прошлом году было зафиксировано 64 случая неспровоцированных нападений. Под «неспровоцированными» подразумеваются те случаи, когда акулы кусали людей без всякой причины. Еще в 41-м случае акулы просто защищались от рыбаков и излишне любопытных ныряльщиков. Большинство несчастных случаев происходит в Соединенных Штатах. Там случилась 41 встреча с акулами. Из них 21 случай на побережье Флориды. Гавайи, Калифорния и Северная Каролина также являются довольно оживленными местами, где происходят нападения акул. Следующее идет Австралия. Там в прошлом году произошло 11 несчастных случаев. Сёрферы часто сталкиваются с акулами, потому что проводят в воде много времени. Брызги воды от их досок привлекают хищников, в большинстве случаев провоцируя подобные встречи. Большие белые акулы являются самыми агрессивными. Затем идут тигровые акулы, хотя многие эксперты полагают, что самое опасное в мире – это бычья акула. Однако не нужно бояться всех акул. Например, усатая акула-нянька совершенно безобидна. Кроме того, она ещё и выглядит очень мило.